Спасибо вам, дорогие друзья, что вы так нас поддержите. Это очень важно для наших артистов. Но мы продолжаем тему испанских танцев. И сейчас Елена Дружнова продемонстрирует нам свой эстрадный вариант испанских танцев. Так, танец, судьба испанки. Встречайте бурными-бурными аплодисментами! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такой замечательный танец. Но мне бы хотелось на самом деле добавить еще несколько слов о Елене, потому что она не только потрясающий хореограф, не только замечательный педагог и исполнитель, она также является очень значимым общественным деятелем. И вот именно про это деятельство мне хотелось бы немножко вам рассказать, потому что есть такой проект Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Город дружбы равной возможности». Это большой проект, который мы ведем совместно с арт-студией Хеста Хориста. И Елена принимает в нем очень большое участие. И благодаря ей можно сказать, что год из года у нас наш фестиваль существует. А фестиваль очень непростой и достаточно душевный. В нем участвуют дети, независимо от их социального положения. То есть приезжают детки из детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья. И они наравне с обычными детьми имеют возможность выступать на различных сценах нашей замечательной Москвы. Причем ребята приезжают из разных городов России, не только из ближайшей Подмосковья, но и также из дальних уголков нашей замечательной Родины. Мы помогаем им приехать, мы помогаем им увидеть нашу замечательную столицу. И в этом году фестиваль посвящен Году российского кино. Приходить он будет 27 апреля в Доме творчества «Миссис». Это замечательный зал на метро «Октябрьская». Кому будет интересно, вы можете прийти в гости, посмотреть, какие у нас талантливые дети растут в стране. И благодаря Елене они тоже имеют возможность выступать на этих сценах, замечательно танцевать. Мы курируем многие детские дома, и поэтому я считаю, что эти аплодисменты для Елены, потому что она занимается таким добрым делом. Давайте мы ее поддержим и скажем ей этим большое-большое спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...